В СМИ появилась информация, что Турция приостановила транзит санкционированных западом товаров в Россию после растущего давления США и Европы на Анкару. Есть ли какая-то информация у Москвы по этому поводу? Если да, то ведутся ли какие-то переговоры с турецкой страной по этому вопросу? Я 16 марта уже касалась этой темы, этот комментарий актуален. Мы сходим из того, что динамичный доверительный диалог между Россией и Турцией обеспечивает условия для обсуждения любых возникающих вопросов, в том числе и в затронутой вами сфере. Я могу подтвердить, что наши профильные ведомства находятся в плотном контакте. Спасибо. И последний вопрос. Несмотря на заявляемую приверженность Баку-Еревана к мирному процессу, напряжение между сторонами все еще остается и до сих пор только нарастает. Не считает ли в Москве, что вопрос по армяно-азербайджанскому регулированию уперся в тупик? Вы знаете, у нас действительно вызывает обеспокоенность нарастание враждебной риторики и увеличение числа инцидентов на Горном Карабахе, неготовность сторон к поиску компромиссов по регулированию ситуации вокруг Лачинского коридора. Мы исходим из того, что альтернативы мирному процессу нет. В этом мы решим и переподтверждаем свою позицию. Мы призываем стороны к сдержанности в заявлениях, к сдержанности в действиях, к возобновлению переговоров по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации, включая разблокирование транспортных коммуникаций, долимитацию границ, подготовку мирного договора, проведение встреч общественников, парламентариев и так далее. Спасибо. Вот к вопросу, знаете, часто задают вопрос, может быть сегодня будет, ну постоянно, как вы оцениваете вовлеченность Запада, Евросоюза в нормализацию. Вот как только они появились, сразу появились масштабные проблемы. И за всеми словами о мире и желании помочь мы видим на ситуации реальной совершенно обратное и противоположное заявлениям Запада. Вот еще один дополнительный штрих к общей картине. Ну вот сегодня, извините, пожалуйста, вот Энтони Бринкен сегодня заявил о том, что может в скором времени между Баку и Ереваном может быть подписан мирный договор. Вот как в Москве оценивают возможность в ближайшем времени подписания мирного договора? Давайте будем все-таки комментировать состоявшиеся события, комментировать перспективы, очень многие гораздо, но все-таки мы исходим из того, что сначала должно это свершиться, а потом уже нужно будет и можно будет это комментировать. Вы всегда, знаете, мы открыты комментарием, но пока комментировать просто нечего. Продолжение следует...